Выпрямишься, выпрямишься, но сразу-то не справляется осанка у человека. Есть инерция, нужно многократно что-то повторить, чтобы получился какой-то эффект, плюс еще запомнилось. И если человек сильно искривлен был, то нужен еще процесс адаптации. То есть он был кривой, чтобы выпрямиться нужно еще время. А если сильно кривой и кости как-то заточились криво, а нужно их выровнять, они не могут за одну секунду перескочить, стать ровным. Они должны вырасти. То есть надо выработать ряд привычек. Понятно, да? А привычки вырабатываются у нас от... Вот доктора у нас по УФК непрекрасно знают количество упражнений. То есть там, по-моему, у вас как бы аксиомы есть в УФК, что 100 повторений, лечебный эффект. Надо больше денег. Ну да, но как бы есть, вот Бубновский на этом как бы стоит. Ну я не привяжена с Бубновским. Ну я знаю, я его лично просто знаю. Но это там есть плюсы. Везде есть плюсы. Ну то, что если у вас искривление с одной стороны мышцы у вас растягивается, с другой у вас сокращается. Если вы растянутые мышцы сокращенно будете дергать, соответственно понимаете, что будет. Поэтому сначала мышцы надо расслабить, потом перетянуть мышечный корсет, потом закачивать. А у нас закачивают искривление. Сразу искривление, да. И возникает, ну вот у Бубновского, кстати, там в натуре у него получше, а у Дикули там жутко, конечно, приходится. С одной степени уходит многократно больше. Все такие жилистые уходят, но кривые, в два раза. Ну вы затачиваете. Там жутко. Ну просто по факту. Ну и бывает удается, попадается какой-то у них врач или специалист, который делает правильно. И вот эти единичные случаи у них, конечно, широко популяризируются. Но Бубновский более четко в системе, он старается всех учеников прослеживать, а у Дикули, в принципе, учеников нет. И вот эта методика наша какая, заменяет многие вот эти методики каким способом. То есть мы что делаем? Мы будем перенатягивать тело, потому что когда в спортзал ходим, сколько мышцы тренируют? Ну, десяток. Ну, конечно, нервные глубокие мышцы. А нужно 600. А надо 600. Каким образом мы затянули? Я бы показал, что если мы возьмем математическую модель, мы можем смоделировать любые ситуации. И они будут на нас также работать. Только нужно понять, как они на нас работают, и все. И, ну, сейчас вот в арсенале там больше 250 уже запутался. Это самое просто, там, три уровня фотографии. На каждом уровне по 130 фотографий. И там начнешь, когда все это делать, это очень много. Сам принцип, ну, 40-50 уже улавливается и все работает. И, в принципе, на десяти упражнениях мы поймем. Элементарные соединения, которые у нас работают, это вот треугольник. Вот он везде, тут они все, треугольники. Вот это элементарное как бы соединение. И мы его просто вот делаем. Прошу вот так вот сделать. И здесь особенность какая? Это без разницы. Можно сидим, можно стоим. Как удобно здесь. Смотрите. И здесь особенность какая? Берем одним пальцем и натягиваем ладошками в стороны до момента проскальзывания. Вот. Так, у кого давление, у кого давление, делает вниз. Ширина не имеет значения, чтобы примерно, равномерно, равнобедренный треугольник был. Симметричный, да, равнобедренный. У кого давление, это самое, он делает вниз. У кого давление повышенное, и четко знает, что он повышен, а делает вниз. Вот. У кого давление нормальное или пониженное, делает вверх. И, видите, одним пальцем до проскальзывания. Вот, да, вот в момент вот этого эффекта мы нашли такой экспериментальным путем, что в момент проскальзывания, и когда человек держит на грани проскальзывания, происходит тот же эффект, что когда стоит человек на льду, и ноги разъезжаются. Что происходит? Мышцы начинают терморить, сокращаться, и ноги дрожат. Здесь тоже возникает физиологический тремор. Да, можно вот, как-то, через раз встать, здесь, да. Да, вот. Ты бы тоже, что значит, проскальзывая? Да, вот зажали одним пальцем. И вот, видите, он начинает скользить, и вы вот держите на этой грани, да. Вот, отлично. Кстати, посмотрите, как хорошо получилось. И когда мышцы входят в состояние тремора, а если приглядитесь вот через одного друг к другу, можно ремень взять, ремень дрожит. Вот, да, посмотрите, да. Ремень дрожит, то есть мышцы сокращаются. А мышцы нужно и вверху, потом и вверху? Вот, для поднятия давления вверх, и для вудрости, но если у вас давление, то мы делаем вниз. Тогда давление наоборот опускается. У кого непонятно какое, делать перед грудью. Не знает, говорит, какое, просто перед грудью делать. Это уже опытным путем достиглось. И здесь вот особенность за... Подбирали долгий материал, чтобы был плоский, многопланово связанный, и повторяет фасциальную нашу ткань, ремень. Так получилось. А как он называется? Возжи. Ну да, возжи, тканевый там ремень, в принципе, есть это все дело. Ну, собачьи поводки тоже, и военные эти, ремни на оружии тоже из него делают. Ну, стропы какие-то там бывают. Вот здесь видите, как захват. И вот именно вот этот прием. С одной стороны, мы можем себя натягивать как угодно, но когда мы создали движение мышц, то мышца здесь сокращается примерно 10 раз в секунду, и за 10 секунд происходит 100 сокращение мышцы. В итоге происходит вот тот самый оздоровительный эффект в ЛФК. Если он сделан правильно, то там 100 раз присел, 100 раз помахал руками, эффект оздоровительный получил. И здесь мышцы начинают ходить в сокращение, суставы, которые были заблокированы, начинают, хочешь не хочешь, двигаться, и по всей схеме, то есть до кончиков ног, все это передается. А руки-то должны вот, или вот так вот я могу? А здесь, я говорю, вот здесь опытным путем, то есть математика, что он говорит, равнобедренный. А если уже как-то перекосило, то сразу мы видим, какая половина тела у вас так или не так работает. И уже смотря в зеркало, можно понять, ну уже самодиагностика идет, или диагностика со стороны, и постепенно, когда вы будете делать, вы будете все ровнее, 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 ровнее. Это иллюстрирующий, разогревающий такой прием. Вот как раз девушка держала, вот главу не может, вот здесь уже показывать, что, ну как бы есть склез, и вот не надо провисать, а натянуть до дрожания. И вот здесь надо не сжимать его, а вот плоско. Почему мы материал подбирали специально, чтобы плоско вот так вот, раз, вот так вот, раз, ладошками в сторону, и вот в вашем случае, видите, вот нормальненько пошло. Видите, там само колебание идет, просто более мелкое, ну, медленнее, его даже видно на глаз. В вашем вот случае, если когда кипосколиозы такие, то лучше делать сидя, отодвинуться, откинуться на спинку. Вот тоже вот выдвинетесь, ну, просто чуть-чуть выдвинуться, да, отлично. Почему важно над головой? Вот здесь не надо силой, вот весь спортивный, это самое, приколы. Вот, нет, 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 не надо. Именно сила одного пальца. Это третий нюанс, который мы говорим, дозировка воздействия. Есть, можно выпить много лекарства, и оно станет ядом. А можно яда взять очень мало, и станет лекарством. Вот здесь у нас гомеопатическое воздействие. Сила у нас, как гомеопатия. И дальнейшее, как бы, оздоровление идет так же, как и гомеопатия. То есть рулон болезни начинает так же сворачиваться. Это я для декторов, которые знают, что такое гомеопатия. И, поздно, вот эта схема оздоровления идет прямо ложиться на гомеопатические схемы. Оздоровление очень легко. Только бывает рулон болезни сворачивается. Был у меня даже пациент такой, это самое, 10 лет болел, потом каждый месяц переживал все симптомы, заданно вперед. 10 месяцев прошло, все прошло. Там видит грыжа, были какие-то проблемы со спиной. А бывает симптомы, так, веером, как это самое, идут, таким фейерверком. То одни, то другие, каждый день разные. Ну, тогда болезни там быстрее проходят. Все равно вылезают болезненные все процессы. Ну, так, как бы не сильно они волнуют человека. То есть, вот такой вот момент. Сейчас мы перейдем к позвоночнику. Каким образом? То есть, неважно, как мы вот натянули, мы, видите, можем боковое натяжение сделать. То есть, при сколиозах, это, как бы, очень хорошо я показывал. Вот так вот сколиоз. И сейчас мы перейдем к тому, почему так важно позвоночнику. Потому что вот такая схемка стандартная. Сейчас я покажу. Вот это стандартно. Видите, пятнышками. И пятнышки могут быть боли. Ну, вот эти. И каждому пятнышку номерочек присвоен. Этот номерочек номер позвоночника, к которому это больное место привязано. Вот. Видно, да? Там номерочки это вот. И вот мы что-то там смотрим. Это такая самая упрощенная схема. То есть, вот сутуренького человечка, которого все болит. Мы можем внести дополнительное воздействие в организм. Видно, да? И вот. И на стоюе вот этих вот позвоночник у нас очень интересно устроен. Коротко сейчас покажу. Тоже как стержни вантовой системы. Вот тут красиво. То есть, вот эта мышца, которая держит позвоночник, она в одном месте не лечится. Она в одном месте не лечится, она лечится сверху донизу. Не важно, где у вас боль, в каком отделе позвоночника, нужно всю спину. То есть, она наверху идет. Вот. Снизу доверху. Поэтому не лечится в одном месте. Не уколами, ничем, не такими массажами в одном месте. Если там хор болит, он все равно до головы. Если голова болит, все равно до хвоста. Но это еще, как бы, плохо сказано. У нас есть вот такая схема, которая показывает, как от бровей проходят с помощью до кончиков пальцев. Это вот уже как раз современные анатомы. Говорят сухожильные поезда, то есть меридианы. О чем они? Вот на Востоке о них, к сожалению, давно знают. То есть, типа, у меня голова болит, а помассировали ногу, почему-то проходит. Вот. Вот такие пироги я так показал. Поэтому, как бы, позвоночник, такая штучка нужная. Вот. И на него первые, как бы, базовые упражнения идут. И на разные отделы действуют разные упражнения. И когда наши мышцы сокращаются, происходит, вот здесь, вот, картиночка цветная, мышцы сокращаясь, даже, вот так вот, не только вот так длинно, а вот как мы делаем в треморе, происходит прокачивание сосудов. Соответственно, все сосуды начинают двигать жидкости. Здравствуйте. Понятно, да? Начинают подвигать. То есть, и так. И, так как мы запустили весь организм, то обмен веществ, движение у нас произошло везде. И, все-таки, мы начнем с позвоночника, с поясницы. Четыре базовых упражнения. Поясница, плечи, шеи, голова. А для чего? Потому что это один орган, и его нужно целиком на него воздействовать. На остальные органы можно где-то больше, где-то меньше воздействовать. Для позвоночника нужно весь пройти и, желательно, сидя, на поясницу кладем между рёбрами и тазом. Вот. Делаем, вот так вот, одним пальцем и натягиваем до проскальзывания. Когда наша поясница начинает, а руки проскальзывают, задают ремнём колебания. Колебания уже локально передается на поясничный отдел. Соответственно, поясничные позвонки начинают двигаться. И здесь какая особенность у нас сразу нагружают. Захваты рукой, они гомепатические по воздействию. То есть выбор усилия, тот, который индивидуально у каждого человека. Свой захват, своя сила, своё проскальзывание, соответственно, своё колебание. То есть с какой силой вы все знаете? Одного пальца. И когда мы ладонь делаем от себя, здесь происходят некоторые колебания, волновые процессы, которые от вас идут. А когда мы делаем вовнутрь, то энергия, которая у нас здесь колебательная, вырабатывается, она идёт на внутренний орган. Поэтому здесь нужно попробовать. Обычно мы начинаем от себя. Ну, кому тяжело, не комфортно, начиная на себя. Если комфортно, значит, у них не хватает энергии для внутренних органов. Просто захватами мы можем... От себя, значит, вот так? От себя, вот так, ладошками от себя. Вот как Александр делает. А это вы на себя. Да. Ну, наверное, вам вот так вот проще вы сделаете. Понятно, что вот так вот. Только не всеми пальцами, а одним. И не надо загибать вот эти тоже пальцы. Не надо. Ага. Вот. Потому что если мы сделаем упор, закрутим, мы себя сорвём. Ну, спортсмены знают. А вот нужно... И доктора знают, что если... А? Позвоночник в это время нужно прогнуть его как-то? Он сам прогибается, в принципе, нюансы. Да, притянуть его. Он сам прогибается, насколько ему нужно. Примерно мы всё делаем около минуты. Если меньше 40 секунд, и все пальцы устали, рука болит, то... О чём это говорит? Что это не... Да, то эта зона, именно эта зона, очень сильно у вас либо больна, либо травирована. То есть большие непорядки. Это просто сразу зональное. Если вы 40 секунд и минуту более-менее легко продержали, пошёл процесс уже оздоровления. Как бы хотеться больше и лучше, и лучше себя чувствовать. А 40 секунд это... Это грани, на которой... Ну, вот нам путём просто установили, что если меньше, то совсем такой ослабленный человек. Ему несколько дольше надо заниматься. Вот. А если кто 40 секунд продержал, то, в принципе, в штатном режиме всё пойдёт. И здесь что происходит в таком режиме позвоночника? Сейчас вам покажу всякие весёлые тоже картинки. У нас что происходит? Ну, при обычных, как бы, растяжениях позвоночника, там человек как-нибудь вывешивает. Чтобы выпрямить все эти позвонки, его там подвешивают, вытягивают. Видите, вот подвешивают, там вытягивают. Да, вот так вот можно даже хорошо их показать. Да, вот, вот я про то и говорю, что есть. Там тоже можно. Вот, видите, да? То есть тут вытягивают позвоночник всячески. Большой палец снизу. Вот, видите, там всякие приёмы, знаете, сложные, довольно. Вам вообще это знакомо должно быть. Вот, а у нас, да, и... Большой палец снизу. А мы вот этим моментом создаём... В наших дисках позвоночных создаётся вот это колебание и работает весь позвоночник. В отличие... Видите, здесь как... То есть получается, как пружинки у нас работают. И весь позвоночник работает. Вот эти все диски, они как на пружинах. Я не поняла, надо уловить вот это колебание, дрожжение. А оно, вот, в момент проскальзывания оно есть. Там есть момент такой, кто-то чувствует же, да? Вот видите, они как диски начинают двигаться. А кто-то... Сразу две новости. Кто почувствовал, кто-то колебание, кто-то не почувствовал. Кто не почувствовал, сразу коротко скажу, что сразу две новости. Одна хорошая, одна плохая. С какой начнем? Хорошая. А колебание всё равно есть. Потому что со стороны подойти можно взять. А плохая новость говорит о том, что мозг не контролирует эту часть тела. Соответственно, у него не контролирует, соответственно, и болит. И третья новость сразу к ней добавляется. Когда мозг будет подключаться к этой зоне, начнет её чувствовать, возникнет как бы обострение. На самом деле там всё это было, только мы это не видели, не слышали. А обострение чего? Ну как, смотрите, вы в уши зашли, засунули пробки, в глаза одели завязки и входите. Потом сняли, а тут шум, гам. В том месте, которое вы не чувствуете. Оно, когда начнёт оживать, оно начнётся в движении, возникнет ряд сразу вопросов, переживаний и прочее. Вот следующий отдел позвоночника. Если поясница у нас должна быть прогнута, то грудной отдел у нас должен быть выгнутой. И, в принципе, мы одним и тем же практическим приёмом делаем совершенно другое. Вот там мы прогибали, а здесь мы выгибаем. Здесь мы уже выгибаем спину и упираемся. Нужно упираться? Да, позвонком упираемся в ремень. А ремень напротив сердца у нас. Вот здесь. И чтобы иногда упираться, нужно вот так нагнуться. Ну, а кто-то более ровно, кто ровно, вот так более-менее нормальный отдел позвоночника. Когда так, мы понимаем, насколько пока не разомкнёмся, там проблемы ещё. Вот, видите, уже один и тот же приём, а действует по-разному. То есть один приём у нас прогибает, задаёт колебания, позвонки начинают садиться на место. Грудной отдел, вот, на ком, на девушке можно показывать, да? А здесь они не стоят. Руки так и вот так, да? Вот, можно. Когда ладошки от себя, энергия от нас. А вот так это к нам энергия. И нужно смотреть, где руки. Вот, смотрите, видите, да? Тут между лопатками ямочка. Вот, в норме, в норме, в норме. Должна быть вот так вот. Тут вот дуга должна быть. Помните, да? А если это яма, то и все мышцы на спине неправильно работают. И будут, позвоночник всегда сжат, и будет всегда остеохондрозы головные. Вот, ну, когда она вот так вот сделала, поверните вперёд, вот так держите. Вот видите, у неё вот эта яма спереди вышла вперёд, не, плечи вперёд ещё. Вот, видите, вот эта яма, мы не на спине. И, соответственно, лёгкие настолько смяты, и внутренние органы опущены. И сердце сжато. Если здесь ещё чуть-чуть сильнее, то позвонком упирается в сердце, возникают панические атаки. И у мужиков, это самое, бывает 45-55 лет, сейчас внезапной смерти, почему? Крудная клетка смята. Просто позвонком пробивают пульсирующую часть, и никто не успевает. Никуда. А вот этим приёмом мы как раз от этого спасаем. Раз, теперь дом сделайте. Вот посмотрите на меня, то есть вот эта яма у вас, да? Теперь смотрите. На три пальца подняла, с каждой палец 250 грамм воздуха. То есть на литр объём лёгких увеличился. Что литр воздуха даёт для спортсменов? У нас, наверное, много чего даёт. То есть, а делая это упражнение, нужно это дышать? Вот, ну, стараться, да, вдохнуть вот эту вмятину, продышать. Постепенно объём лёгких, вот, здесь мы не зацикливаемся на это. Ещё, к самому началу, значит, мы приготовляемся, потом вдыхаем. Вот сейчас покажу. То есть мы, вот так вот, видите, там спина вот так вот у меня была, вот, яма между лопатой. Я поставил как раз у пёса. У меня появилось тут ям. Я потихонечку делаю это упражнение, стараюсь тут дышать. И потом в жизни, когда у меня ремень здесь нет, я могу сделать вот это отдельное упражнение. Раз. И внутренние органы тоже поднимутся. Кто-то хотел узнать, как поднимать. Это один из приёмов. Если мы делаем лопатой, это плечи назад, позвоночник с этой стороны получается туда, сминается грудная клетка, органы все выпадают, диафрагма тоже. Там уже непонятно, какое дыхание. Что бы там ни делали, люди надувают живот. Вот, кишечник здесь, а диафрагм, ну, в лёгких нет. Помните, такие, знаете, сидят, а животы такие. Они даже были полностью дышать. А здесь полных, на них нет? Нет, там лёгких-то нет. Полные люди, они почему полные? У них лёгкий объём 2 литра. И кислорода не хватает на расщепление жира. А у спортсменов к 5 литрам, и кислорода хватает на расщепление. Они могут, что хочешь есть, не полные. И те люди, которые похудеют хорошо, они, когда раздышат лёгкие, чуть-чуть объём лёгких увеличивается, то само получается. Скажите, пожалуйста, а вот в этом случае, сначала получается голова худеет? Да, 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 потом всё ровнее, ровнее. Только не головой мы делаем, а всем телом. Всем телом. И оно раскрывается, и потом уже спина будет нормальная. Это может пройти не один день, на самом деле. По крайней мере, на несколько часов улучшится работа всех внутренних органов, сердца, лёгких позвоночника. И сердительно, чтобы шею была в этот момент расслаблена. Да, 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 её нельзя. Это она вот. Здесь она висит просто. У меня она сжимается почему-то в этот момент. Теперь переходим на шею. Кому тут шею посмотрим, давайте. Нет, давайте выходить. Вот, вот так вот стоит спинка. И здесь очень просто пальчики просто ставим. И так, когда она голову делает, то вот здесь пальчик куда-нибудь западает. Мне, кстати, довольно неплохо. Мне нету такой откровенной ступени, но вот здесь вот, потрогайте пальчиком под мой. Да, палец. Вот раз. Да, сюда, ближе, да. Видите, туда ступенька бывает. Здесь вот такие ступеньки прямо реальные. То есть это позвоночник, в нём каналы и позвоночник спиной мозг. Если такие ступеньки происходят, то происходят, соответственно, и шланги и всё прочее. Вот. А здесь делается как вот эти запавшие позвонки. Если мы эту поясницу прогибали, грудной отдел выгибали, а этот позвонок надо выманивать. И выманивается он очень просто. То есть на середину шеи кладётся ремень. И вот так открытой ладонью, открытой ладонью, такой на полусогнутых руках, натягивается. Ищется положение кому-то вот здесь, а кому-то вот тут. Ищется максимально. И руки не вверх, а горизонтальные. Глаза горизонтальные, подбородок тоже горизонтальные. Вот тут немножко многие уже почувствовали колебания в руках, да. И когда мы минимальную энергию, просто по закону физики, если бросить консервную банку в берлогу медведя, что произойдёт? Он оттуда выйдет. Быстро так. И этот звонок так выйдет. Да. Тут тоже так же. Мы эту банку бросаем, да. Да, и он за счёт минимальной энергии позвонок начинает идти навстречу нагрузке. А не уходить, а идти. И выманивается. Какой он хитрый? Как же он вырезает? Закон физики у него. А, эмунинация не будет. У него просто закон физики. И стараться ремни, чтобы ровно были, потому что кто уже много раз занимался, говорит, когда перекручено, ещё что-то. Вот эта энергия колебательная, она по-разному начинает идти. И люди уже как бы все эти зажимы, прижимы вокруг тела, ну, ровнее делают. Поначалу не очень это понятно, заметно. Так что произошло с животами, девочки? Здесь примерно 90 градусов. Минуту держать, да? Ну, если мы 40 секунд и больше держим, пошло активное выздоровление. Если сил не хватает, то в этой зоне очень сильно ослаблено. А пребываться надо в этом? Ну, и она будет просто дольше чуть-чуть. Потом будет всё равно 40 секунд, потом уже полторы минуты, когда уже практически здорово. А если вот здесь вот горд, помните, как вы видите? Да, да, да. То есть вот это упражнение способствует... Нет, все эти четыре на позвоночнике мы делаем. И потом пятое упражнение, сейчас ещё одно сделаем, оно как раз на то. Но там есть ещё десяток упражнений на него, поэтому какой-то отберётся... А вот еще мгновенный вопрос. Когда держу так, вот я на него как бы расслабляюсь или я просто держу? Нет, обородок это опираетесь. А, вот так вот, да? То есть расслабление вот такое на живот не надо? Расслабление чуть похоже будет. Следующее. Следующее здесь. И что... Да, с животами всё стало. Этот средний отдел позвоночника где-то, вот этот позвонок, он вот так вот сделан. У него нерв вот такой двойной. Один на позвонок идёт, один на диафрагму. Поэтому, когда мы его вот здесь, получается, рефлекторно задали колебания, то наш живот, диафрагма, начали также сокращаться. Со скоростью 10 раз в секунду, и за минуту произошло 600 раз качнули пресс. Соответственно, опущенные внутренние органы, печень, там всё прочее, ниже, выше, всё это вот так за минуточку прокачалось. Этот ремень, он такой ширины, что его хватает, чтобы он ложился не на один позвонок, а на два, чтобы не травмировать. Потому что, когда поуже, можно случайно что-нибудь перетянуть. А это вот оптимальный ремень. Бывает, люди помельче, они помельче берут. А бывает покрупнее, когда до 4 сантиметров доходит. А очень широкий, ну, тяжеловатый его там опытным путём просто. И здесь что делаем? Часть ремня идёт на шею, часть ремня идёт на череп. И мы голову кладём примерно под 45 градусов. И голову, вот здесь мы именно голову кладём. И руки, вот здесь это самое не то, что неправильно, а то, что выдвинетесь. И в этих случаях вот тоже вот выдвигаете, и осидываетесь на спинку с пола. Не все, у кого кифоз скрытый или явный. Явно это вот у девушки. А есть скрытый, как у вас. Теперь удобно? А у многих уже кифоз, горб, вот это вот, вот такая вот, да, вот эта сутулость, вот это кифоз. И вот при кифозе так не получится, поэтому... Он должен иметь, чтобы он шёл выше... Он на шее и на черепе, он такой шириной. Он выше этих самых, как назвать? Уже, да, 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 не прижимайте уж, вот так. Да, далеко-то как. А руки прямо нужно делать? И опять 95 градусов. Да, в пример, вверх они под 45, вот, удобненько. То есть вот, например, у них вот хифозы, у вас скрытые формы, обратно. То есть есть люди, которые у них, по сути, ну, вот такая осанка, но они так себе выпрямили, вот, что визуально как бы ровный. Но когда мы делаем базовые вещи, они всё вырезают, вот это. И мы понимаем, какое заболевание. Потому что бывает, лечат, вот как вот, качают не то. То есть пришёл человек в одном, его качают, думают, вот, 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 вот. И закачивать не в ту сторону. А у него вообще всё наоборот. И это нужно ещё оттестировать. А здесь упражнения не сами вытягивают. Когда мы делаем, возникает вот приятное, хорошее ощущение, значит, правильно. Да, вот так мне было. Правильно. И что тут происходит? Когда у нас мышцы так сокращаются 10 раз в секунду, то примерно, опытно путём, установили какую штуку. Здесь типо установок. Да, такую штуку установили, что вырабатываются эндорфины у нас застук. Сколько, кто знает. При спортивных упражнениях можно тоже, как бы, если в зеркало посмотреть на девушке, получается там раз, кто-то так, кто-то так. И всем понятно уже, если в зеркало посмотреть, как-то искривлён. То есть организм, здесь система соответствует эндсегрите. То есть мы разомкнутые звенья соединяем, и система становится замкнутой. И начинает работать совершенно по другим законам. И потом выравнивается. А вот у нас поддыхается, а мы их напрягаем? А вот максимально сколько мы держим, это самое. А руки выпрямлены должны быть здесь? Здесь мы начинаем с согнутых и постепенно тянем, где нам удобно. У кого-то прямые бывают, кому-то вот прям вот коротенькие. Начинаем со среднего. Вот это четыре упражнения, которые по-разному действуют на позвоночник. Но они действуют как одна пилюля. То есть снизу до верху. Если мы здесь сделали кровь, спустили. Потом в грудном отбере кровь спустили. Шея. И приток к голове организовали. Если после последнего упражнения болит голова, значит у нас где-то опять заело. И надо пару упражнений снизу сделать, чтобы кровь спустить. Голове будет легче. А если на последнем упражнении, то окружение какое-то неприятное. А это вот у вас как раз подвывихи в шейном отделе. И нужно, вот видите, порозовели. Да, то есть надо делать... Поаккуратнее. И сразу понятно, если вы там 20-30 секунд сделали, началось окружение. Мы сразу понимаем, что у вас проблема. Зона череп-шея. Привет. Зона, ну, как бы, ответственность большая. И будет больше немножко чуть-чуть лечиться. А вот если нет головокружения, а просто вот, ну, неприятное. Это тоже показатель. Просто если головокружение, у нее гиперподвижность, а неприятность, у вас тугоподвижность. Она начинает разрабатываться, но еще не эластична. Но головокружение все равно нормально. Да, 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 да. Просто вот разные у нас есть гиперподвижность, то есть болтаются позвонки, есть спрессованные. И вот наши упражнения, они эти спрессованные разбалтывают, они расходятся. А те, которые болтались, они заканчиваются. Потому что мышца полностью приобретает. То есть и ростепорос тоже уменьшает? Ну, к сожалению, к сожалению, да. Сейчас вот эту технологию нашу используют. Уже вот третий космонавт полетел на год. Два по полгода пролетели, сделали этот эксперимент. И они просто вышли из корабля. Остальных выносили. Вот, поэтому... И здесь какой эффект? То есть, ну, там на пальцах. То есть они занимались за временем? Да, 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 да. С вантом. И первый, даже космонавт ему туда посылали, а по прогрессу упал. По секрету, срезал ту самую ремень в соседнем отсеке. Нет, здесь мы делаем всегда много или мало, все время делаем все четыре. Тогда пилюля. Тогда пилюля целиковая. И вот к этой пилюле у нас есть сразу упражнение на сазовой кости. Сейчас покажу, почему это нужно. Потому что это такой мини-комплекс расширенного такого действия. Вот это хифоз. Вот это вот хифоз. Вот это, да. Только скрытой формы вы вывернули. Вот это вот склеотические вещи. Видите, таз перекошен. И... Ну да, там название всяких... Ну, можно по-простому сказать. Пизанскую башню, знаете, чем отличается от обычной? Фундамент просел. У нашей башни позвоночник. Какой фундамент? Тазовые кости. Вот их как-то надо привести в порядок. Обычно занимаются этим иммунолитетерапевты и особенно остеопатые. Что они... Они вот... Если таз перекошен, то у нас жидкость, кроме крови, у нас еще жидкость из головы, спинномозговая, стекает в крестец. Если он перекошен, она не стекает, и возникают эти любимые мигреневые приколы. И вот все то же самое, да. Сокольный. С колокола. И вот сидя, 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 сидя. То есть вот воздушные кости вот эти. Мы ремень накладываем. Накладывается. И через коленочки вот так. Коленочки пошире всем. Вот так сделали сюда. Вот так вот завели. Назад откинулись по костям. Не ботали, девушка. По костям. То есть по бедрам? Да, по бедрам. Ну вот, да. Ну, знаю, это воздушные кости, а так по бедрам, по верху бедер. По верху, по верху бедер. Вот так вот. Назад откинулись, а теперь просто коленочки сжали. То есть мы упираемся в этот ремень? Да, да, да. Упираемся, а потом коленочками сжали. А позвоночек расслабляем другой? Можно, пока без разницы нам. Пока без разницы. Коленочки соединяем. Вот так можно поуже еще сжать. Ну, в принципе, уже поняли. Александр. Это как в первый раз вибрация пошла. Вот. Поймал кайфу. Вот эти, какие бы они кривые ни были, они просто стягиваются, становятся на место, крестец, какой бы он повернутый ни был, справляется, и отправляется, начинает вибрировать. И мозговая жидкость хорошо отходит. И этот прием заменяет, в общем, сеанс у остеопата. Соответственно, если вы его сделали, а? Вот. Если бы его... Можно. Вот это упражнение, особенность это упражнение, его можно от минуты, там, до пяти, свободно делать. Здесь мы работаем ногами, поэтому захват кулаком. Полностью. Да, да, да. Потому что тут одного пальца у нас на ноги не хватит. И позвоночник спина ровно должна быть, да? Ну, желательно, но не всегда. Тут бывают у всех разные особенности, и сразу это будет там видно. Вот. Здесь ноги могут висеть, стоять, все зависит, где мы сидим. Если висят, то мы понимаем, что вот эта голень у нас ниже стула, и частенько людям нужно подставочки под ноги, ну, как раньше и было, чтобы вот здесь не пережималось. И люди сидячей работы, вот здесь вот пережимают артерию, коленки, стопы сохнуты, варикозы, все, что хочешь. И спина болит, и голова. Если просто подкладывают там пачки бумаги, деревяшки, лавочки, все проходит там, и дальше-то, да, не живут. Висять, ехать, иначе. Другую. А? А? Переходим под кулаком. Ну, вот сюда под ноги. Нужно просто высоту стула отрегулировать правильно. Высота стула очень важна, потому что, если у вас будет острое колено, или вы низко садитесь, да, то это всегда будет рано для колена, когда вы встаете. Всегда прямой угол должен быть. Всегда должно быть лучше высокое, чем низкое. Вот. Ну, и вот это упражнение, его можно делать там достаточно часто в течение дня, просто как одно вот его. и сейчас мы сделаем просто... Вы уже почувствовали. А это более мягкое упражнение. Все практически то же самое, только мы здесь вот так вот откидываемся, ногами держим. Да, где мы лето? Ну, лучше босиком. Почему? Идет проскальзывание ноги, идет проскальзывание ноги, и тогда именно сила та, которая у нас нужна. Потому что если упоры жесткие, у нас может превыситься предел прочности, мы себя травмируем. Я вот, наверное, да. Примучивая? Да, да, да. И желательно вот этот, вот сюда под суставчик, это вальгусный, прижимать, да, вот эти, которые суставчики. Это одновременно, кто там плоскостопие хочет подлечить. Я хочу. И эти самые ручки, да, опускаем, вот здесь только телом держим. И коленочками здесь сжимаем. А вот эта кость здесь? Да, 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 вот ей прижимаем. И она должна уйти тогда? Вот эту, вот, смотрите, вот эту подкосточку, вот подыть эту косточку, да. А вот, мне нужно поширить. Вот это, да, поклонитесь, подтяните, прижмите. И вот прижать, это та, которая сила, которую вы можете. Поймали удовольствие. Ну и тут ноги прорабатывают снизу доверху. Вот как бы 6 таких простеньких упражнений, которые можно поуже, но потом сил. Желательно босиком, они влияем. А это здесь сейчас на бедрах тоже? Да, тоже на бедрах. Пожалуйста, вот мне. Упражнений много. Мы сейчас только упражнения проходим, но есть технологии. Как эти упражнения работают в разных случаях. И бывает совершенно наоборот. Бывает там, спина болит, делаем на ноги, не прокурит, делаем на шею, все прошло. У меня была одна доктор, была она там, все лето лежала в больнице, пришла с болью, по ползанятий крутилось, мы как бы сделали, ведь все равно не проходит. Как бы на второй части занятий, с ней позанимались, сделали упражнение на ноги, не проходит. Сделали упражнение на верхнюю часть, и все прошло. Два года уже, два года не болит. В течение месяца у меня вытягивались. У меня таз и деда. И вот это упражнение, оно особенность его какая. Мы сейчас по подвздошной кости по верху делаем. Но у нас крестцовый отдел, у нас несколько позвонков. И мы можем этот ремень спускать ниже-ниже. У кого-то забедренные суставы, можно прямо под них сразу напрямую пойти, и вот его сделать. Пониже ремень, и это будет совершенно, упражнение одно, называется омега-1, а действие его будет совершать другое. Ниже? То есть вообще-то? Да, да, да. Ну, это забедренные суставы и промежуточные. Соответственно, каждый позвонок, он связан с каким-то органом, и стимуляция разных отделов позвонка будет, это, 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 плесничные отделы будет воздействовать на разные органы. Совершенно. Ну, сами почувствуете почувствуете разницу. Руки прямо, да? Руки прямо. Здесь, да, мы накладываем, вытягиваем, потом сжимаем руки, здесь, как бы, второстепенную растяжку. колени, и тогда это растяжка. Да, 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 да. Вот, отлично, шикарно. И, почему это упражнение очень важно, его можно почаще делать, но если его много делать, ну, там, раз в 10 в день, может заболеть поясница, еще что-то заболит, тогда сбрасываем его, потому что раз в 5 его в день можно сделать, свободно. По минуте, да? ну, его можно до 5 минут делать. И, почему оно очень важно, потому что тазовые кости, у нас, в них есть еще этот, костный мозг, а костный мозг, зачем он нам нужен? Кто скажет? Нет, для сболовных клеток. Доктора, скажите. Да, в коме, для сбиток крови. И, и, это самое, первоначально, этих, первоначальных клеток сболовых. А если эти протоки все перекошены и туннели все закрыты, то у нас, соответственно, элементы крови и все эти, первоначальные там клетки, всякие, микс их, они тут не выходят. А когда мы их соединили, задали колебания, как из коврика их выбили, все они вылетают, соответственно, в принципе, им все равно такая болезнь. Поэтому, как бы, на внутренний орган у нас получается это упражнение, а на грудину у нас косметическое, сердце легкое и косметика с головой. То есть, на моложении? Ну да, там первые полгода этот самый прилипает, косметический эффект, не смываемый, потом его трудно смыть. Это самое. Все спрашивают, какие кремовые его пользуются? И мешком. Да, да. Укажите нам. Каждый, в каждой. Укажите нам. Вот и мешком. Не улучшает. И сейчас, это самое, 5 минут перерывчик делаем, вот. И делаем вот это упражнение, омега 1. Можно обуваться или что это? 1. И, то есть, разная высота ремня, уже разница. А теперь делаем омегу 3, то есть, это такой, витамин мы слышали, есть, как он делается. из этого упражнения, вот эту часть мы прижали, вот эту часть мы прижали. И там это 3? Да. И ножками вот так вот, раз, и теперь работаем, 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 работаем. А здесь у нас, что происходит? Телевизорик смотрим, смотрим. А что? Как чувствует себя? Вы сейчас ничего здесь, протяжение никакого нет. Нет, короче. Ну, вы сперва натяните, да, и потом ногами немножко от себя, вот, чуть-чуть стопами от себя, стопами, раз, вот, что со спиной, Александр? Вы пробираетесь. Ну, теперь в дальней дороге, самолете, где-то, ну, бывает, ребят до 4 часов сидят, забудутся на компьютере, и так полдня, до обеда сил хватает, после обеда нет. И что происходит тогда? А что у нас, это элементы крови, и прочие всякие вещества, что они делают отсюда, вытряхаются более длительно, а спина держится, спина держится, спина держится сама, компьютер не напрягает, а внутренняя динамика у нас идет. То есть это может целое действие? Ну, перетрудитесь, знаете. А количество соединить? Как получится. Если много насиделись, потом болит, значит, мы понимаем, что надо время-то убавить. Это такое, для длительного исполнения, упражнения. Не сильно туго, или нет? Нет, а вы сильнее не сделаете. У вас ремень под собой, и тело создало такой контур, той силы, которая может выдержать. 90 градусов как-то надо, да? Ну, примерно тут как получится. Если вы хотите натяжение, то чуть скорее. Да, Бывает. Более. Давление под коленем. А? Давление под коленем не переживаю. Ну, устанете, сбросите, потому что усталость, какая-то, тяжесть, какое-то, что-то, нужно, значит, пора заканчить упражнение. Оно должно быть комфортно. Говорим. А прижимать до такого положения, когда вот здесь полоска распределяется? Да, да, желательно. Это уже с опытом приходит, и вы уже это почувствовали. И это можно сидеть долго и почувствовать. Вот сейчас как раз низ живота пошел, там хорошо работает. Вот в вашем случае еще можно ремень ниже сделать, вот как девушки сделали, в район забедренных суставов. Да, и вам тоже можно. Комидеть? Да, да, да. А вы ноги, а вы ноги, чтобы прямо вы не надо. Здесь не обязательно. Здесь стопами, здесь натягиваешься, стопами и ищется. Вам понравилось, да, девушка? Убегаешь, отрежение, убираешь, уменьшаешь. А что происходит? Не тренируешь, что происходит? У нас таз имеет длину некоторую, и в каждом разные позвонки, которые связаны с разными внутренними органами. Соответственно, мы ремень меняем, воздействие еще идет на разные внутренние работы органов. И когда мы их туда выше-ниже делаем, ищем, где максимально приятнее, значит, то место у нас было травмировано. Там, если где-то возникает болезненность, неприятность, мы сразу прекращаем, либо перемещаем выше-ниже. А вот у меня получается, да, вот я опустила ниже, да, и сразу горжим. Вот, значит, вам надо найти тот, который вас будет держать, значит, Значит, там у вас нормально, тот, который вот ищен, где вас держит. просто мы держим руками, и почему омега-1, потому что с него начинаем, чтобы принцип заработал. Когда он заработал, потом можно отклоняться к основному. А под стопом омега-2, да? Вот, нет, омега-2 у нас лежит. Это просто крестиком, который, нет, не крестиком, оно, как бы, это, такая, сидячий лыжник, да. Вот это амега-2? Это не амега, это сидячий лыжник. А мы такой делаем. О, да, да, Сидячий лыжник. Да, а здесь стоячий. Вот так. Ну, вот и стоять. А чему они способны? Вы сделаете, потом расскажете. У нас лучше ответить самому, чем спрашивать. Да. Похоже, это тоже понравится. Вам и спорсмена понравится. Особенность какая, вот спорсмены это любят перед стартом и после, на финише потом делают. Почему? Потому что мышца в течение минуты целиком прогревается, разминка происходит мгновенно. Мгновенно и после этого можно нагружаться где-то сам только вот здесь внутри. Подтянули и вот он правильно все делает. И здесь опять так же идет разные отделы крестца. Можно ниже, выше делать. Вот отлично у девушки получается. прекрасно получается. Можете брать пример. И вот в вашем случае тоже можно чуть пониже подтягивать. Вот у Александра хорошо получилось. Вот это упражнение оно сразу колено, стопа, забедренный сустав. Отличненько. Только ремни в одну и поровнее. Вы видите в обуви у вас не проскальзывает. Можно босиком чтобы проскальзывал ремень. Вот у микроциркуляции идет и баланс все как бы расстанет. А здесь тоже на колени будет? Не колени просто ремни держим держим чтобы вот ими как раз коленями держим ремень. Вот все так стоим. Две недели по минуте вот так на горной лыжи без разминки люди становятся и обучаются сходом. А те кто катался они просто приезжают сразу получают удовольствие неделю не втягиваются пока неделю уходишь там устаешь сразу начинают удовольствие получать примерно А руками не надо поддерживать или застакивать? Не не надо коленки не удерживаем вот здесь сгиб коленки такой чтобы он ее держал как раз оно само натягивается Здесь колени больные ничего? Как раз они лечатся Ничего там никуда не лезет если разлом не нормально ребят приходили мастера спорта с разбитыми низками оперированными ничего пару месяцев и сама опять побежали К сожалению некроз проходит Ну как к радости кого не доктор уже вот сделаем упражненицы которые на ножки и на дно таза как раз упражнение вот такое делает опять косточками держим да если уже испец как бы техники но оно хорошее простое действие оказывает А имеет значение середина не середина нет нет здесь по коленочкам коленочкам как называется коротенький лыжник коленный лыжник вот сюда поближе к коленочкам поближе и это сюда и коленочками в сторону опять босиком ну я помню но у нас вы задали перед я одеваю поэтому после каждого покорния одеваю окна будет или нет ну видите народ начал голосовать без перерывов вот раз раз да а это стоит вот правда побочный эффект действует на дно таза и не держание мочи и такие всякие возрастные особенности они к сожалению тоже проходят с радостью а вы когда держите коленочкам ничего со стеной происходит не то есть я бы поставил на него и там да вот и тоже подкорточки надо да да подкорточки если еще как бы на пальчики встанем и мы где-то закрутим это более сильное получится закрутим надо пяточками вовнутрь да вовнутрь нет вовнутрь да 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 пытаемся развести и нога самовыравнивается здесь создает напряжение распределяется и именно система тенсегрити она вот работает снизу по больным этим местам более активно здесь все больное да да пальчиками прижимаете вниз есть вот для как раз как сейчас вот с тазом вот здесь пахом ничего тут вот болело вы пришли чуть позже мы-то размяли спинку а вы нет значит нам нужно размять спинку где-то в пояснице в родном отделе застой надо чтобы кровь слилась вот а в смысле вот так вот делать а вот это я плохо делаю здесь ну вот это в этом месте застревает я имею ввиду по каким местам вверх здесь и через где на уровне сердца позвонок почему не держится это ваша слабость там не держится ремень это слабость зона больная а сколько можно так сидеть вот это можно сидеть долго и есть вариант просто кремнию привязать грузик бутылочку полуторалитровую полуторалитровую бутылочку можно привязать но больше не надо и на ремешок ее привязываете скотчиком обматываете я пожилым женщинам даю как раз это все вот и вот так вот оно просто держится можно сумочками у кого ручки есть попробовать и вот это можно долго сидеть и телевизор смотреть одно тазо прорабатывается и мучевой кузырь диафрагма вот этого таза начинает работать то есть бутылку просто на какую-то да-да-да можно даже бывает совсем пожилые то они вот так делают они вот так делают раз, засунут и так просто висит просто так вот висит ну вот получилось у вас можно даже в транспорте здесь мы не в части мы здесь во-первых это лечит колено у кого то есть я разрабатывал упражнения для колена казалось колено хорошо лечит но побочный эффект да побочный эффект но таза и половые там органы вот все это помешности а если допустим не ломота все равно застойное все-все застойное вот у меня там здесь кистэгона на перси уже нет бикера она да быстро рассасывается бывает правда не рассасывается так все ли натекает а не где-то вот то броди но отекает от некиста бикера ну да это другое то есть вот эти видите таз вот эти мышцы они внутри помассировать их через кость нет никакой возможности а этими упражнениями мы все 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 делает а тут там нет все а как писаются эти мышцы внутренние ну их 600 штук мы сейчас в институт пойдем и будем лет 5 учить нет я думала какие-то определения раз два три десять двадцать пятьдесят так что сюда бутылку можно подвесить и сидеть телевизор смотреть это вот таз и вот эти мышцы они внутри так все это сложно завязано и эти мышцы их невозможно не помассировать не повозить но если они не работают у нас все и голова и спина и внутренние органы болят и вот эти упражнения как раз связаны с воздействием вот эти омеги все они связаны вот с этими очень трудно их тренировать достать их промассировать невозможно но когда мы создаем такой контур по той принципу который я вам сказал они тоже начинают работать все косточки притираются на места ну и за счет того что мышца еще сокращается у нас происходит какая штука то есть мышцы сокращаются и вот эта питающая жидкость под давлением как шприцом закачивается между поверхностями суставов ну кроме того что циркуляция крови ведет мышцы еще через сухожилия прокачивает и когда мы делаем обычные упражнения то сустав сухой обдирается а в нашем случае мышца начала как бы качать и в сустав уже закачивается на жидкость через несколько секунд или минут уже жидкости достаточно что сустав начинает можно его разрабатывать под разными углами ну и просто потом ну доктора понимают что если сустав так был мы его разблокировали можно под этим углом отполировать от этим под этим ну и уже потом разные контуры чуть-чуть создавая можно любые суставы соответственно вот эти некротические все моменты они связаны тем что нету циркуляции а если циркуляция есть то их просто проходит фантазеры вот а тут с позвоночника какая штука ну что-то зажало и вот она серия болезней поясничная ну да неважно там смещение защемление просто видите копчик бедро и пах копчик бедро и пах то есть вот зоны там есть простые моменты как они разлетаются и там бывает частенько рука плечо там болит и все говорят а что они вылечат а что лечить если надо вылечить совсем другом месте а здесь вот очень четко видите крестец бедро и вот девушка плохо сказал вот они видите как боли распределяются циферки какие колено болит и колено лечится лечится это позвонок который поясничный отдел то есть вот как это почему важно так на позвоночник позвоночник у нас много всяких моментов и сейчас немножко те упражнения которые там есть у нас пойдем быстро и просто когда сложные взаимосвязи вот как у девушки голова кружится еще там что-то шейно грудной переход плечи бывает еще прочее у нас сразу есть упражнение называется андреевский флаг да вот андреевский флаг то есть такой крестик крестик вот здесь мы руки ставим и ложимся как гамачок вот лучше сидя стоя пока не надо голова не закружилась хотя стоя вот девушка может прийти мы покажем на ней почему стоя или на вас давайте покажем покажем раз поставить и головой ложитесь ложитесь и вот смотрите что стадии растягивает ребро уходит из стаза живот подтягивается это шейно верхний грудной отдел держим тоже одним пальчиком и натягиваем не руками а головой и не сильно а чтобы удобно было лежать желательно повыше потому что вам нужно головой ложимся чтобы было удобнее как подголовник чтобы максимально удобно чем больше крестов тем больше воздействия здесь получается сухожильные пружины начинают работать более сложная конструкция тут получилось более такое а вот все зависит видите девушка да 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 она там прям но кто-то откинулся кто-то ровно но можно найти свое положение у всех разные осанки нужно искать где а многие девушки любят стоя потому что делать сразу стали подтягивать сразу и так телевизор там ходит минуту две до двух трех минут свободно делается в таком состоянии даже до пяти минуту тут желательно так но в вашем случае вы можете пробовать второй захват когда мы всеми пальцами то система соответственно энергию ведет во внутренние органы но здесь нам не рвать надо просто их держим пальцем потом потихонечку и энергия пошла закрывает у нас несколько видов захватов для начинающих захват у нас либо туда одним либо сюда а потом у нас идут уже захват на все пальцы тогда идет система соответствия пальцев на внутренние органы а если оперировано колено чуть-чуть 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 дольше но все равно все те же самые те же самые но поделаем этот самый делали же вот так или нет это стандартное упражнение ремень так делаем натягиваем а потом ногу просто от себя натянули и все оно сразу и колено и позабедренный субстат в принципе можно делать не только ремнем носовым платком но любой вещью полотенцем и это очень хорошо любят делать пожилые люди потому что встать не могут если так они сделали даже по 10 по 30 секунд сделали после этого они могут встать ее так оттянули а потом ее от себя вот так упираемся да упираемся а или свободно а то еще не не разогнули и все и держим так вперед еще руки желательно попрямее покороче взять у нас вот это самое противоотечный упражнение но вам нужно и это и вот это противоотечное вот так раз лучше это самое подсередину стопы крестик здесь сделали повисли потом на пятку и пальцами вниз спортсмены делают там это базовое спортсмены делают три вида упражнения на телесовую на стопу сперва вот так ногу под себя ближе колену здесь натянули всем телом повисли теперь пятку вот так вот вперед вывели и пальцами вниз как на педаль еще вот это нормально пальцами это стремя а предыдущий был курок да ну вот это был коленом это стремечка отлично работает если пару месяцев поделать то у нас тут побочная щепка происходит у нас тут топчатые кости а не топчатые кости зачем нам нужны что в топчатых костях находится кальций кальций тоже находится конечно но костный мозг который собачки любят разгрызать и а зачем он нужен этот костный мозг вот и когда мы кость вот этого таким образом нажимаем возникает в костях пизоэлектрический эффект вот на основе этого упражнения занимаются космонавты они когда пизоэлектрический эффект произошел то есть выработался ток и на поверхности хрящей костей возникает электрический импульс и кальций начинает усваиваться там где нету нагрузки кальций не усваивается в кости кальций отдает даже если вы объедитесь кальций он не усвоится в кости и за счет вот этого эффекта поверхности суставные но начинают упрочняться и можно в принципе даже если делать регулярно вырастить ну какую-то сторону да поверхность вырастить которая была сточена нет она вырастет да 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 эффект уже проверенный уже второй год уже ребята полетели и ваше движение ваше движение запятыми на основании большого пальца делаем помните мы делали а делаем дом а я ходила иногда по улице вот так вот делаем тогда вот эти вальгусы вот эти вот вальгусы опираемся на это и делаем пальцем сюда палец направляется с нами ну детям говорят запятые рисуйте и что происходит это тазобедренный сустав тоже вкручивается и разлокируется идем как вы обычно ходите вот красиво а на что наступаете на пятки руки положите на суставы тазобедренные вот и пройдите еще вот и в какую руку сильнее нога бьет вот нам видно да вправо да ну нам видно со стороны в какую руку сильнее нога бьет вот и что получается перекос таза перекос таза и чему ведет перекос позвоночника обрушение внутренних органов нарушению работы суставов и сосудов то есть трясение мозга а теперь пройдитесь задом наперед вот удары есть а почему а почему во первых вы согнули колено во вторых поставили носок а вперед у вас привычку вы сломали носками своими а назад у нас привычка правильно ходить не испортится потому что мы не ходим задом наперед что делаете когда вы так идете пятка удар травма пятки пальцы не работают сустав разбивается вот это вот так идем смотрите сустав начинает вращаться ну вот так вот он бьется он двигается но он колебательное 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 движение вот смотрите что он сейчас делает круговое движение я сейчас объясню вот сейчас что делает круговое движение вот сейчас смотрите вот когда ось вот это вращение все у нас с вами понятие вот да мы для обычных людей показываем какая штука вот сустав когда так вот идут когда вот идет все разбивается вот что я вам предлагаю делать начинать вот это движение качательное сустав соответственно это самое качательное колебательное там разные эти самые можно договориться все равно то есть он вот разбился и не просто все что хочешь начали мы так ходить и он начинает делать это второе это первое движение которое мы делаем и когда мы поднимаем ногу на носок делаем происходит позитивный эффект какой называется понтво ставка и кровь начинает снизу откачиваться вот на носочках когда мы так идем вы не заостряете вот так вы идете вот смотрите высоко ногу поднял опустил ну вы же так не хотите низко поднял опустил на то же место на то же место поэтому не важно как вы высоко поднимите ногу ну то есть главное согнуть для тренировки нужно согнуть чтобы потом разрабатывать если вот мы сейчас приглядимся на нашу обувь похожа обувь надеть похожа и ходим мы не на носках а на пятках что будет с пальцами через месяц они тоже усохнут потом мы на них случайно снимем обувь полезем на верхнюю полку и что с пальцами будет они вот так вот и выгнутся и будет вальгусы которые потом надо резать что-то делать а если мы ходим на носочках то они тренируются на место ставятся размер ноги как раз меняется у многих вот людей у кого вальгусы пальцы пальцами вверх вот так нога а потом мы начинаем ходить она собирается выгибается размеры до двух размеров бывает размер точно уходит до двух размеров и когда мы еще и вальгусы поперечной плоскостойки оно только лечится только за пятой вот эти косточки которые торчат происходит и когда нога работает как пружина как пружина то и она ставится как пружина набирает энергию то выталкивает соответственно бег ходьба становится не трудно не трудозатратно плюс суставы не бьются вот в машине подвеска жесткая но если пружины нет она разбивается если пружины есть все работает в пределах и нога становится такой же подвеской тоже она становится пружиной ну правда там как раз вот это то что у нас сейчас любит это как и называется на коже волна такая проходит у женщин потому что нога стягивается целлюлит почему целлюлит уходит ну к сожалению да ну прям красотами станет а здесь закон просто физики ну когда белье выжимается много по количество количество движений полезно я иногда конечно полезно но там движение помните по кругу коленом коленом по кругу и вверх и вниз не поняла я просто нет а вы травмируете вы все равно бьете трех суставов как по кругу по кругу по ступеньку я как раз вам показывал вы поняли да когда вы зашли вот когда я ногу поставил сюда на ступеньку на коленке будет когда я буду вставать нагрузка с мой вес меньше или больше больше конечно тяжело почему не знаю почему больше закон физики какой рычаг мой вес тут будет не 100 килограмм а 200 ну вот я и чувствую тяжело а если я сделаю движение видите что я не влезу а если я сделаю движение коленом по кругу вот то есть вот так вот заезжать то получится винтовой домкрат а домкрат если вы машину рукой поднимаете она поднимается а если ломом не поднимите нагрузка не умножается а нагрузка делится не умножается там невозможно а иначе не ходить ходить просто ступеньку размахнулся здесь нам не нужно вот это здесь высокая а когда ступенька 15 сантиметров движение колена ну 10-15 сантиметров его не видно вот это вот будет и то виднее ваша ходьба а вот это будет вверх конечно но вверх вообще легко ногу так немножко по кругу научились когда она уже пошла потом она и вверх поднимается ну и там соответственно это забедренный сустав когда мы так начинаем быстро двигать коленом это третье движение тот забедренный сустав который у нас разбивался мы его сперва так отполировали такую вот полубараночку а когда начали делать круговой он начал уже форму более обкатывать уже получается и тазовые кости и вот здесь как раз эти все артрозы коксоартрозы проходят то есть к сожалению по ступенькам коксоартрозы проходят да то есть это по закону просто физики и когда говорит этого не может быть потому что не может быть ну как то самое аргументов как то больше нет да 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 симметрично сустав начинает прокручиваться такой глубже чем больше вот эту кромть и выше нога тем глубже прокрут а спать спать покажи так ну на спине почти более-менее понятно но обычно когда у нас болит когда лежишь на спине это поясница тогда вам но это ваша особенность вам тогда сюда вот как раз что стало в вашем случае сюда валик и сразу идет прилип к голове как будто кровь прилипает вот тогда вы согнули ноги нет но вы когда вы так лежите это ваша особенность коленки делаются назад за бедность уставов выходит а только крови нету переполняет вот а вам нужно сделать отток вот отток мы делаем нашими упражнениями ну и лежа тоже они делаются в вашем случае нужно кран который вот перекрываете валик просто 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 валик а я уже давно с валиком вклю ну да 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 а у всех разные разные вот смотрите что разница разница расслабления сразу пошлась но это не у всех так у некоторых более-менее на спине сразу расслабился и руки так кладем напрягаем и ладошками напряженными руками положили что стало в шее легче стало то есть нет напряжения молодцом что произошло кто знает показываю вот мышцы вот сейчас я руки что стало с моей шеей вот она стала и постепенно так закачалась а если кривая какая разница какая кривая вот как раз девушкам надо будет вот так вот это делается натянули закрепили и ну можно и без ремня вы меняете рефлексы все рефлексы у нас за сколько привычки вырабатываются несколько раз а с рефлекса надо работать чтобы применять 40 дней отслеживать руку вытянули напрягла 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 ее так повернула ладошкой вниз что стало с шеей шея расслабилась вот а еще отпустите руку прогнулась еще раз руку повернули что стало не надо ничего а вы же столько выработали привычек которые вы не замечаете которые травмируют вас вы же не беспокоитесь об этом можно добавить да конечно значит поза бегущего человека это самая расслабленная поза сгибаем ну вот сюда кладем подушку или одеяло тогда у нас здесь все нормально а если вы будете вот это вы потянете сюда да 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 ну здесь я сейчас вот здесь должна быть подушка это если ноги вместе а здесь немножко другое нижний сустав он вдавливается этот вытягивается но здесь у нас другой другой момент что шея стала шея напряглась вот молодцы зажалась зажалась или не зажалась ну отпустите теперь руку ну это маленькая мы сейчас подложим что там что опять сейчас стало вот еще раз еще раз еще раз руку поворачиваю иначе у вас шея и что стало шея не хочется выше или ниже подкладывай под тяжестью вашей головы подушка прогибается так вот мы высоту высоту подобрали теперь эту руку берем кулаком сюда и накручивай что стало шеей спиной животом напряглись мышцы ну что напряглась здесь вот вся вот эта часть напряглась вот о чем говорит что не расслаблено значит неправильно нет если у вас расслабленно вы вывихиваете ее и руки будут неметь будет вот а здесь вот происходит как вот здесь происходит закачивать рука в лежачем положении перед сном делаете в течение ночи там просыпаетесь потом все так будет напрягли повернули повернули и спина что сделала посмотрите что животом делает при этой технике живот на место убирается даже худые есть живот рядом и в пояснице расслабление ну вот в шее зажим вот не зажим а корсет вот это почему эти мышцы у вас не рабочие а когда они отработают будет на вашем плече у вас плечо сколько снять вот смотрите у меня сколько плечо вот такой подушка у него подушка должна быть вот так но когда мы кладем подушку голова свисает а при этой технике голова сама как на пружинах встает на место и она начинает держи 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 я сейчас вот вытаскиваю вот я вытаскиваю и видите что вот смотрите а теперь отпустите руки ну руки отпустите видите у них голова провисла еще раз руки еще раз раз напрягли повернули руку что с шеей происходит расслабление ну поднимается сама да держится а расслабьте руки ее уже легче туда да это все вот этим приемом если на спине вы спите обязательно болит одну минуту это перед сном это перед сном минут 15-20 нормально и так и спите напряженной рукой да с напряженной пахом или ногой не расслаблены за день либо там челюстями сведенными ничего ничего либо на животе вот с такой шеей тогда вы напряжение если сделали на руки вот так вот сделали то все остальное у вас расслабит я буду эксперимен вырушить привык привык к в 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 Продолжение следует...